Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас очередная встреча на библиодаче в Асадуле в огороде. Лето, деревня, запах детства. Прямо с огорода бабушка приносит домой красные мясистые помидоры, зелёные пупырчатые огурчики, запашистый лук и укропчик. И вся семья с удовольствием наслаждается этим летним салатом. Запах детства. Он на долгие годы остаётся в памяти каждого из нас. Когда я прочитала вот эти душевные строчки в книге Геннадия Фёдоровича Распопова «Как создать эко-огород», мне сразу же захотелось рассказать и вам об этой очень интересной, тёплой книге. Геннадий Фёдорович Распопов окончил Ленинградский педиатрический институт 35 лет назад. Заведовал детским отделением Центральной районной больницы на Могородчине. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию. Десять лет назад вышел на пенсию, но продолжает работать врачом. Более 40 лет занимается экологическим землезельем. А вот что пишет об этом человеке Николай Курдюмов, известный агроном и писатель. Вы держите в руках удивительную, чрезвычайно ценную книгу. Её написал практик природного земледелия и садоводства, который умеет всё, о чём рассказывает. Таких авторов у нас немного. И за это трижды спасибо ему. Я когда первая страница начала листать у этой книги, и меня очень тронули слова автора, адресованные близким, его близким, деду и внучке. Фёдору Распопову, моему деду, который создал крепкое христианское хозяйство на берегах Дона, и в возрасте 90 лет учил меня, школьника, любви к своей земле. Внучке Свете, которой сейчас всего год, и её поколению, которое сохранит и приумножит живую землю, созданную их родителями, да поможет им моя книга. Книга будет очень полезна для огородников и садоводов. В этой книге вы узнаете о секретах создания живой почвы, о новых агротехнических идеях, о том, как вырастить продукты на своём огороде для детского питания. И книга написана с юмором. Здесь выступают в роли главных героев и внуки, автора которых у него пятеро. Вот, например, в разделе «Разнообразие луков и чеснока». Автор пишет, заканчивается февраль, бабушка готовит завтрак для внуков, а они помогают мне посадить семена лука порея. Я их спрашиваю, вы будете есть лук на завтрак? Все трое поморщились. А вы знаете, что египетские фараоны 4000 лет назад ели много лука, а воины средние века знали, что лук придаёт им силу в бою? Я поем бабушкину еду с луком, сказал пятиклассник-хоккеист. А вкусно будет? Пойдёмте посмотрим, что делает бабушка. Поможем ей, позавтракаем, наберёмся сил и много семян лука посадим. Позвал я ребят. «Ну а теперь будем кушать вареники», сказала бабушка. «В один их вареник надо положить не начинку, а маленькую луковичку в шелухе. Кому достанется, тот съест и станет самым сильным». Нашёл, воскликнул хоккеист и стал разжёвывать луковицу в вареники. «И с мясом вкусно, и без мяса сладкое, как конфетка. Сегодня я обязательно забью гол». А вот как пишет автор о моркови. «В начале марта пора позаботиться о семенах моркови, пополнить коллекцию, проверить на всхожесть». «Дети, вы любите грызть морковку?» – спросил я внуков. «Да», – хором ответили все. «А из ваших одноклассников кто-нибудь ест дома сырую морковь?» – спросил я ребят. «Нет, никто. Все любят булочки и сладкие газированные напитки». «Вот поэтому у многих школьников раннее ожирение, сомливость, апатия, желание посидеть только у телевизора и в компьютерных сетях», – резюмировала бабушка. «Детей надо приучать с детства к овощам. Давать живые овощи, подержать в руках и попробовать первым зубом. Дарить и игрушки, похожие на красивые овощи, как мы дарим нашей внучке». Дорогие друзья, эта книга ждет вас в библиотеке филиале номер 22 имени Евгения Абрамовича Боротынского. Я желаю вам крепкого, крепкого, крепкого здоровья. До новых встреч на Библиодаче в Асадуле в Огороде.